здрасте господа начинаем сегодняшний вебинар по эзотерике который будет посвящен ответу на ваши вопросы с эзотерикой жить легко поможет вам андрей дуйко и так сегодня по отвечаю на ваши вопросы надеюсь это будет нам всем интереснее и так наталья здрасте андрей андрей как снять тревогу и напряжение при общении с людьми как снять тревогу при общении с людьми это первый вопрос все здесь везде по выключаю о супер как снять тревогу и напряжение при общении с людьми если вы переживаете по поводу того что вы общаетесь и у вас появляется тревога что необходимо делать Есть ряд эзотерических практик, который может вам помочь в этом. Первое, когда у вас появляется тревога, мысленно обведите, мысленно первое, почувствуйте то место, которое отзывается в вашем теле на вашу тревогу, мысленно его обведите это место, как будто там, где у вас возникает чувство тревоги, образуется оболочка. Представьте, будто это оболочка в виде медузы и после чего мысленно представьте, будто вы эту медузу выбрасываете. Второй вариант, представляете в центре груди, будто у вас находится сжатая золотинка и вы мысленно представляете, будто вы эту золотинку расправляете. Третье, когда вы общаетесь с человеком, старайтесь как можно больше удивляться, то есть если удивляться, если восхищаться, то ощущение, будто вы боитесь, будет исчезать. Таким образом, такие простые, но чрезвычайно эффективные методы помогут вам измениться и быть совершенно другим человеком. Итак, добрый вечер, Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, как стать счастливой? Дело в том, что в ходе того, когда человек хочет быть счастливым, он должен знать, как устроена сама система этого счастья. Обычно люди в своей жизни, они желают чего-то конкретного. То есть каждый человек, вот если взять 100 человек и сказать, господа, скажите, что для вас обозначает счастье, то для одних людей счастье будет ощущением того, что там, я буду счастливый, если у меня будет квартира. А я буду счастливый, если у меня будет семья. А я буду счастливый, если я буду богат. А я буду, если я буду знаменит. я буду если я буду управлять людьми у каждого человека первое счастье или задачи которые по мнению человека он исполняет на протяжении жизни это задачи на пути к счастью но у каждого счастье свое и здесь есть некое такое понятие который в эзотерике используется это глобальное счастье то есть как человеку быть глобально счастливым и тоже есть на это ответ для того чтобы человеку быть глобально счастливым человек должен осознать что его желания которые он имеет они не приведут этого человека к счастью всегда об этом помните чтобы вы не хотели в жизни как бы вы этого не достигали достигнув этого вы не будете счастливым человеком это правило номер один почему так устроено дело в том что вы когда-то хотели машину потом хотели мужа или жену потом хотели детей потом когда это появляется то буквально там один-два дня мы радуемся а потом начинается уже проблемы и это создает впечатление вот такого несчастья и любые достижения которые мы стремимся когда мы их достигаем то не испытываем состояние счастья от того что у нас появляется это так дети которые хотят быть знаменитыми становясь знаменитыми не становятся счастливыми и богатые тоже плачут помните был фильм такой тогда как же мы осознаем или поймем когда же мы испытаем состояние счастья и как же мы будем счастливыми людьми и в этом есть определенные правила первое нужно всегда помнить что путь к достижению счастья или путь к достижению какой-либо задачи или по-другому желание к которому вы стремитесь и есть состояние счастья которого вы ищите а уже достижение самого момента это уже не является счастьем путь есть счастье а само достижение счастьем не является и второе не важно что вы желаете у бога свои идеи по отношению к вам именно поэтому всегда говорите такие слова для того чтобы быть счастливым нужно сказать я стремлюсь к счастью и второй вариант вы сразу же начинаете думать как как же я пойму что я счастлив значит мне нужно то-то то-то говорите себе слова у бога на меня свое мнение пусть бог решает какое счастье у меня будет и какого я заслуживаю переложите свое счастье и переложите свои задачи в руки более высокой энергии которая поможет вам осознать части и понять что это такое для многих счастья в борьбе для кого-то счастье в спокойствии для кого-то в тишине для кого-то в коммуникации для каждого человека индивидуальное счастье но люди в поиске счастья счастья не добьются потому что поиск счастье является компонентом счастья а уже когда вы достигаете счастья это уже не счастье это уже удовлетворение от достигнутого вами счастья наша жизнь и наш поиск счастья и является нашим счастьем друзья не знаю поняли мне или нет меня зовут наталья мне 44 ухты ж андрей андреевич не могу устроиться на работу и каштан в кармане ношу и аскеду держу два дня в неделю на воде и бегаю по часу два раза в неделю что со мной не так когда представьте себе такую ситуацию очень большая очередь стоит и людей очень много в такой очереди находится когда очень много людей в очереди находится то один человек стоит перед вами сзади вас стоит еще человек 100 и перед вами стоит человек 10 но вы стараетесь мимо этих людей впереди протолкнуться и что происходит вас назад отталкивают именно так очень часто в нашей жизни устроено все когда человек чего-либо очень сильно хочет то высшие энергии начинают его воспринимать как самого наглого и обычно ставят его самую неудачную позу или в самую неудачную ситуацию создавая для него такую ситуацию хотите быть быстрее не думайте об этом хотите чтобы было быстрее не заморачивайтесь всегда помните что отпускание ситуации есть решение почему наша жизнь это череда событий которые происходят из которые придут из будущего когда человек чего-либо не хочет в этой жизни он отталкивает от себя то что он не хочет когда чего-то желает он боится когда чего-то страшно хочет то у него обязательно присутствует там состояние непознанного состояния страха вот это состояние страха отталкивания нужно сказать себе да я действительно хочу устроиться на работу да мне действительно очень нужно да я действительно нуждаюсь и сказать все мне больше это не интересует я буду заниматься своими делами получится получится не получится не получится все неважно вот с этого момента можете продолжать настиг каштан и скорее всего на работу устроитесь до того момента пока вы сосредоточены знаете как люди сосредоточена еще мужа сосредоточена хочу там купить квартиру сосредоточена очень сильно желаю на работу не так не работает когда человек сосредотачивается то он концентрируется на конкретно чем-то что ему больше всего необходимо а жизнь устроена по принципу тысяч вариаций грубо которые бог держит для вас в боже которые держите вы и в них запряжены высшие силы что вам необходимо сделать дело в том чтобы папа я пытаетесь попасть в ушко в ушко иголки когда иголка это ваши индивидуальное сверх сконцентрированное желание а ушко это совпадение и представьте себе огромный мир в котором вы в этом мире должны попасть или должны увидеть только эту иголку и будучи ниткой попасть только в это ушко так не нужно делать дайте возможности высшим силам для вас что-то делать махните рукой скажите то устройств на работу ничего страшного на какую-то неважно главное устроиться после чего будет у вас разные вариации разные вариации так уж мир устроен еще смотрите сейчас очень много людей столкнулась с тем что мы переживаем очередные финансовые кризисы вы уже это знаете мы украинцы проживаем у и в нас души пуганье там зарубитки и все остальные люди там финансовый кризис мировой плюс инфляции плюс война плюс все падение экономики падения бизнеса и так далее мы как эзотерики все время стремимся к тому чтобы привлечь к себе материальное благополучие мантры читаем там что-то делаем и так далее и подобное ну и приходит какой-то момент такое когда мы вдруг начинаем ощущать что все конец ничего не получается ничего не продается все очень плохо и так далее почему так устроено и с чем это связано условно если разделить наши достижения в жизни то мы их условно можем нарисовать следующим образом на протяжении жизни мы живем по принципу зарабатывания допустим зарабатываем там 1 доллар или 1 рубль но стремимся к тому чтобы зарабатывать 100 рублей потом стремимся зарабатывать 100 рублей и хотим зарабатывать 1000 рублей и как устроена эта система когда мы хотим зарабатывать 1 рубль у нас появляется идеи вот хорошо было бы если бы мы а вы знаете что есть очень много людей которые попадают в ловушку и чтобы они не делали они не могут выйти в новое состояние которое называют тонами выйти в новое состояние в котором они будут зарабатывать 100 долларов и не могут потом из этого состояния выйти в состоянии в котором они будут зарабатывать 1000 долларов но если условно обрисовать каждое из этих состояний то у есть вот такая мембрана смотрите когда вы переходите вот вы зарабатывали 1 рубль там условно какую-то сумму денег и у вас начали читать мантры коды и так далее и у вас вы переходите в новое состояние но вы переходите в состоянии самое плохое в новом состоянии самое плохое в новом состоянии это когда никто не покупает никто не обращает внимание и так далее И вам в этом состоянии нужно подниматься. Именно поэтому я часто говорю, друзья мои, как бы вы не стремились паниковать, как бы вы не стремились нервничать, особенно вечером, всегда произносите эти слова. Да ничего страшного, будет все нормально, всех успокаивайте. Почему? Это и есть путь, в котором человек преодолевает вот эти уровни. В тот момент, когда человек начинает паниковать, нервничать, психовать, беситься, кого-то воспитывать, находит причины и так далее, вы находитесь или опускаетесь вновь на тот же уровень и живете в своем уровне, не переходя на новый. Но если вам плохо, если до вечера у вас там исчезли продажи, если у вас там никто ничего не покупает, у вас появляется истерика, вы на правильном пути, что вам нужно сделать? Вам нужно как можно больше создавать, вероятно, позитивных эмоций, радоваться, танцевать, обниматься, не ругаться, не критиковать, не беситься. Верьте в то, что будет хорошо. Самое главное здесь слово, которое идет большими буквами, не огорчайтесь. Не огорчайтесь. Не огорчайтесь, независимо ни от чего, просто не огорчайтесь. И вот это не огорчайтесь является самым важным во всем. Надеюсь, вам понятно стало. Моя дочь болеет, врачи не могут найти причину, все анализы в норме. Вышла замуж, родила, все, ее жизнь изменилась. Она говорит, что она чувствует, что живет не свою жизнь. Такие симптомы обычно возникают в тот момент, когда у человека есть психические заболевания. И то, о чем говорит ваша дочь, очень часто имеет название. Называется послеродовая депрессия. Она находится, скорее всего, в состоянии тревожности или депрессии. Это все можно вылечить. На сегодняшний день есть ряд препаратов медицинских, которые с успехом, без побочных эффектов могут справиться с данными вопросами. Поэтому, если дочь говорит, что я не живу своей жизнью, это называется дереализация. То есть, она как бы не своей жизнью живет. И это самый настоящий симптом. Это симптом депрессии, это симптом тревожности. И это лечится, причем очень легко. А если там сейчас начнете психологи, какие-то фильмы, еще что-то, то дальше это будет усугубляться. Зачем? Если это все просто нереально быстро лечится. Виктория, Виктория. Ого, у вас имя такое же, как ваша фамилия. Доброго дня, Андрей Андреевич. Доброго. Что делать, чтобы устроиться в Испании? Живем на программе для беженцев. Нужна квартира и работа ваша ученица с уважением к вам. Вы сейчас должны сосредоточиться на трех идеях. Первая идея. Для того, чтобы у человека появилась работа, он попав в место, где он живет, на какие-то гарантии, помощь и так далее. Что он должен делать? Три вещи. Найти как можно больше людей за счет коммуникации. Где? Неизвестно. Ищите людей в Фейсбуке, ВКонтакте, ищите людей из Испании, ищите группы. Старайтесь как можно больше информации. Второе. Обучение. Посмотрите, что больше всего необходимо. Какая работа там. Строительство и так далее. Может штукатуры, уборщицы, доход, уход за людьми и так далее. И третье. Это обучение языку. То есть три компонента. Коммуникация. То есть как можно больше найдите себе друзей и знакомых. Как можно больше. Всеми возможными способами. Второе. Обучение языку. И третье. Обучение новой работы. Вот и все. Где бы вы ни находились, всегда помните. Все необходимо. Любое место, в которое вы приезжаете, если вы за границей находитесь, начинайте искать себе людей, с которыми вы будете знакомы. Каким образом это делать? Слава богу, сейчас есть социальные сети. Вот допустим, сейчас напишем, сейчас, форум людей. Нет, зайдем в Facebook сейчас, попробуем это сделать прямо сейчас. Пишем Испания. Испания. Что ж такое? Вот есть Испания, общедоступная группа, присоединяюсь к ней, перехожу в нее. И здесь вот обсуждение. Всем привет, продаю там что-то. Здравствуйте, живу на яхте, ищу удаленную работу, разовые заказы на создание сайта в любой сложности. Дальше снимается квартира, требуется маляр, вот написано. Почему боимся коллагена, и дальше приглашаю на рыбалку, на реку и так далее. То есть заходите в эту группу, ищите участников, вот их 9,5 тысяч. Берете этих участников и пишите каждому участнику, вот Камала Серовский в браке. Беру, захожу и беру и пишу ей сообщение, которое звучит приблизительно так. Камала, здравствуйте, вы живете в Испании, мне бы хотелось с вами пообщаться. Может быть, вы мне поможете найти какую-нибудь работу и так далее. Вот таким образом это все и находится. Как вы можете чего-то не найти, имея такого человека в друзьях, как я? Гульнас Аль Муратова. Здравствуйте, Андрей Андреевич, получится в этом году купить квартиру в Астане? Да. Здравствуйте, Андрей Андреевич, познакомилась с вами 4 года. Отлично. Читаю мантры, слушала звуки, но все равно бездомно. Покинула Сибирь, много лет скиталась, чувствую, что живу не свою жизнь. Смотрите, живете не свою жизнь, я уже об этом сказал. А второе, скитаюсь и так далее, но что вам сказать? Вы слишком сосредоточены на своем счастье, но только том, которое вы себе нарисовали. В моей жизни была тоже такая ошибка. Я когда-то нарисовал себе такую картину, при котором я буду счастлив, только если у меня будет квартира собственная. И у меня очень долго не получалось купить собственную квартиру. Почему? Потому что я купил бизнес. Я такой довольный был, когда купил себе помещение, понимаете? У меня не было квартиры, но помещение купил. Так потом за счет этого помещения и квартира купилась и так далее. Но я до последнего момента боялся купить помещение под бизнес. До последнего момента боялся. Потому что у меня нет квартиры, а я собираюсь помещение покупать. Вот подумайте сами. Дело в том, что мы очень часто несчастливы и очень часто думаем, что будем счастливыми только если будет квартира. Смотрите, как все устроено. Человек, он как автомобиль, которому необходим бензин. Влили бензин к человеку и человек едет. Что такое бензин? Наши желания. Если ваше желание это купить квартиру и ваша идея жизни, как вам можно ее дать? Если вам ее дать, то все, жизнь закончится. Знаете, как много людей начинает болеть онкологией, когда все в жизни, как они себе нарисовали, полностью завершено. То есть человек говорит, вот я буду жить с любимой, у меня будут дети, у меня будет там все хорошо в жизни, я буду жить спокойную жизнь, вот тогда я буду абсолютно счастливый. И точка, что ли. Все, конец. Ну получается и точка. И я хочу сказать, и в моей жизни такое было. Вот я себе маленький был, напридумывал, что вот появится женщина у меня, родится там ребенок, я буду очень богатым человеком, куплю себе там две машины, какую-то квартиру и все. И я полностью буду удовлетворен. Но я думал, что это случится в 80. А это случилось в 32. Понимаете? А когда это случилось в 32, то все, все точки поставлены. Дальше уже двигаться не к чему. Все полностью удовлетворяет. И все, и онкология появилась. Потом еле вылечился. Почему? Надо бороться. Нужно всегда знать, что жизнь это борьба. Вообще помните, что наша жизнь и наша основа жизни заключается в том, чтобы мы находили чувства. Что управляет нашей жизнью? Я уже говорил, но только никто не хочет этого услышать. Наши чувства управляют нашей жизнью. Чувства радости создадут радостную жизнь. Чувства или желания счастья создают счастливую жизнь. А как мы обычно делаем? Мы начинаем искать что-то плохое в нашей жизни. С самого утра просыпаемся, и это начинается. Этот не так, эти не то, это не то, это так, это не то, это плохо, это не хорошо, эти такие. Это вот этот он, вот это не я, а я не такая, они не то, он не то, они не такие, все плохо. А он не так посмотрел, а эти не так сделали, а это там, а работа не такая, а еще что-то не такое. Послушайте, вы ищете все, где вам не нравится. Даже человек, выбирая себе какое-нибудь кино, программу или еще что-то, как специально пытается найти что-то плохое. Так если искать что-то плохое, то и жизнь будет плохой. Так может переориентироваться, искать что-то хорошее? Ма, может так пусть будет. Поступит в Питере вуз, да. Ирина Шабалин, скажите, что мне обратить внимание и исправить материальное благополучие в лучшую сторону? 78-й СНГ проходите. У меня немного получается лечить близких, могу я стать целителем? Несомненно. Ах, как я хотела бы приобрести ваш СНГ, жаль, пока не могу, но скоро все, наверное, изменится и конца война. Украина победит, война закончится. Марьям Эпик, Андрей Андреевич СНГ, и Крым будет украинским, как я в свое время и говорил. Вот я говорил, что Крым будет украинским, и мне все равно, знаете. И Донбасс, и Луганск, и Крым, и вся территория Украины будет принадлежать Украине. Так что, хоть дуйтесь, хоть там кого угодно обвиняйте, все равно вообще. Мой начальник постоянно меня стал унижать. На днях сказал, да пошла ты, стоит ли дальше продолжать работать с ним? На марафоне посоветовали не увольняться. Ну, раз посоветовал, значит, пока не увольняйтесь. Почему начальник делает вот таким образом, и что происходит? Почему люди вообще хамят? Обычно в случае, если человек хамит, то он это делает из-за того, что он необразованный. Дело в том, что необразованный человек, он себе позволяет вот такое. В случае, если он такое делает и позволяет себе такое, то первое, почему вообще хамят? Хамят бояться, хамят пытаются на вас задавить и так далее. Что необходимо делать? Научитесь произносить слова. У него есть имя-отчество. И в тот момент, вот смотрите, вам будут хамить по жизни, и вы попали в то, что я называю круговорот одного и той же ситуации. Когда в жизни человека происходит одна и та же ситуация, то человек делает так. Эта ситуация, она должна сквозь человека пройти. То есть, он ее должен проживать и отпустить. То есть, человек делает так, как будто он играет в мячик. То есть, ему делают ситуацию жизнь. Он из будущего получает в настоящее мячик и говорит, я не принимаю и бросает мячик вперед. Но жизнь-то река, которая течет сквозь человека. То есть, если прошлое сзади, а будущее спереди, а человек в настоящем, то каждая ситуация, она может быть принята и может быть не принята. А что происходит, если мы ситуацию не принимаем? Мы ее отталкиваем. Куда? Вперед. Дальше в жизнь. И вот что происходит. Ситуация, которую мы отбрасываем вперед, она еще более накручивается. Вперед она еще более накручивается. А что нужно делать? Принять. То есть, он говорит, та пошла ты. Вы говорите, как скажете, Иван Александрович, или Иван Петрович, или там Петр Иванович. Как скажете, конечно, мы все пойдем, все в порядке. Я вас уважаю. Именно за это ценю. Вот он послал, послал, ну и флаг ему в руки. Ну вот таким образом я отпускаю эту ситуацию. Вам будет сложно отпускать эту ситуацию, но вы должны понять, если отпустить, а если так умудриться отпустить, чтобы сегодня вспомнить одну секунду и завтра уже не помнить, и смотреть с удивлением на этого человека, то ситуация изменится в мега лучшую сторону по отношению к вам. И я же на марафоне вам это говорил специально для вас, специально, но не захотели услышать, к сожалению. Произносите себе утром следующие слова. Говорите утром, когда просыпаетесь, говорите, я ни при чем, и они ни при чем. Я никто, и они никто. Почему? Потому что эгоизм, это когда человек говорит себе, я орден аллеи на дружбы Красного Знамени. По-другому это звучит так. Меня можно любить только за то, что я училась в институте, у меня родители умные, я хорошо разговариваю, я высокий, или я умный, или я пузатый, или я наоборот красивый, некрасивый и так далее. То есть у человека эго выращивается из собственного понимания, кто он такой. То есть кто он звучит, как любить меня можно за то-то, то-то, то-то. А когда вы произносите, я не важно кто я, я ни при чем, он ни при чем, я никто, они никто, то это отпускает. После этого человек говорит там, да пош... Ну так, у нас здесь всех можно куда-то. Но это твоя проблема, знаете, как первой ступени об этом рассказываю всегда. Андрей Филонов. Андрей Андреевич, помогите мне из Казахстана. Андрей, вы себе нарисовали картину, при которой думаете, что я откуплю вас от ваших заболеваний. Но дело в том, что это не так делается. Во-первых, не за деньги, во-вторых, это не так делается. Найдите видео. Дело в том, что никто не может за человека решать его судьбу. Вот в вашей судьбе есть болезнь. И в вашей судьбе есть болезнь, и у вас есть инструмент. Бог уже дал вам такого человека, как я. И такой человек, как я, говорит, что я могу для вас что-то сделать. И вы спрашиваете, а что же вы можете сделать? Есть видео. Это видео называется видео, я забираю ваши болезни. Оно есть в YouTube. Оно бесплатно выложено. Для таких людей, как вы. Там я сижу и говорю, прямо сейчас сконцентрируйтесь, и отдавайте мне эти заболевания. Отдавайте. И нужно сконцентрироваться и бросать меня своими болезнями и делать это один, два, три раза в день и так далее. Лучше вам становится, для того, чтобы сфокусировать этот момент и сделать так, чтобы так и оставалось. Вот вы там отправляли мне деньги, отправьте в этот момент мне вот эти деньги. Почему? Если вам что-то помогло, вот как обычно происходит. Есть такие видео, где я говорю, смотрите, сейчас я руку подниму, опущу, и вы перестанете болеть с заболеваниями легких. И люди пишут, да, помогло, но только один день. Да, помогло, но только одну неделю. Почему? Ну, дело в том, что я показал, как это может быть, а если тебе помогло, ну, тогда дай мне что-то взамен. Заплати, поставь комментарий, напиши, как помогло. Ну, а как иначе? Жизнь же устроена по принципу обмена. А если я ничего не получил, то тогда и ты ничего не получил. Получается, ты получил пробный вариант, а в дальнейшем это все как бы и осталось вот в таком виде. Поэтому вот так нужно делать. Тебе помогло, будь благодарен. Сядь перед видео, скажи, благодарен, спасибо, пусть у тебя судьба будет хорошей. Хотел сказать, лысый человек, я уже не лысый. Но вот таким образом это все делается. А там упрашивают меня, Андрей Андреевич, проведите там, вы себе что-то не то придумали. У вас, вы должны тоже знать, что вам тоже нужно что-то сделать, что-то сделать. Не просто мне заплатить, а что-то сделать. Болезни ваши, и вы знаете, где они у вас. Возьмите их и отдайте их мне. Вытяньте их из себя. Мне 60 лет, сегодня поставили спираль мира ИНА. Как вы посоветоваете, какое отношение у вас к этой процедуре? Положительное. Великолепно. Ничего страшного вообще, совершенно. Доброго времени суток, приветствую всех. Подскажите, как эзотерически понять, как правильно выбрать работу для себя из двух вариантов, что внутри может подсказать. Спасибо. Как выбирают люди обычно работу? Они делают так. Человек начинает, первое, говорит, что я умею хорошо делать. И ответа два. Я ничего не умею хорошо делать. Тогда первое. Тогда нужно обучаться, что-то хорошо уметь делать. То есть тогда я открываю интернет, начинаю изучать. Второе, человек говорит, вот мне нравится готовить, с детьми общаться. Или у меня есть специальность, я бухгалтер, у меня есть эти знания. И после этого, либо повышение квалификации, либо ищите соответствующую работу. То есть, как можно человеку помочь? Человек, ничего не умеющий, может только управлять другими людьми. Каким образом? То есть он занимает деньги, допустим, снимает помещение, находит там парикмахеров, покупает столы, садит за эти столы парикмахеров, сам работает администратором. Все. Он не умеет ничего делать, он там встречает людьми, показывает, парикмахерам отводит, деньги собирает, все. То есть он организатор. А людям, которые что-то умеют делать, сложнее, потому что им нужно время тратить на это и так далее. Что нужно делать? Из чего начинать? Во-первых, всегда помните, в Библии написаны слова, в Торе написаны слова, написано, человек, если хочешь быть счастливым, будь больше в голове, чем в хвосте. То есть будь тем человеком, который управляет, который эксплуатирует, больше будет получать. И тут такой вопрос, а как же этому научиться? Предпринимательство должно быть. Дело в том, что страна другая напала на нашу страну, потому что очень много людей не захотело заниматься предпринимательством, потому что хотели устроиться к кому-то на работу, сами боялись, боялись рисковать и так далее. А в нашей стране все люди предприниматели, это такая особенность этой страны. Здесь сотрудника найти сложно, потому что все чем-то занимаются, что-то производят, тот пилит, тот шьет, тот вяжет, тот гладит, тот печет, тот что-то делает. Такие ремесленники пожизненно, особенно там Харьковская, Киевская область и так далее. Ну и это такая особенность. Старайтесь что-то производить. То, что вы произведете, всегда будет кому-то нужным. А как научиться? Есть великолепные сайты, эти сайты называются сайты, YouTube-каналы. Это, допустим, бизнес в гараже. Или там тысячу идей, как начать бизнес, как его развивать. Вы нащупайте вот таким образом. Ну вы же взрослые, сейчас так много информации. Ну почему вы такие? Здравствуйте, Андрей Андреевич. Можно ли зарядить две купюры по 100 долларов и подарить купюру мужу и будут работать правильно? Смотрите, не 100 долларов надо заряжать. Необходимо зарядить купюру 2. Что такое 2? Один палочек и другой палочек. Между ними что должно произойти? Между ними должен произойти сайты нинки. Сайты нонские. Каким образом? Плюсик надо поставить. А плюсик это что? Один палочек и другой палочек. Плюсик. Приплюсовано. Почему купюра 2? Потому что это будет прибавлять. То есть берется купюра в виде 2 долларов, 2 рублей и что-то равного 2. 100 это равно скольки? Равно 1, если нали убрать. А при чем тут это? Тогда какая купюра должна быть? Купюра должна быть 2 долларовая. Берете 2 долларовую купюру, ставите ее перед собой, смотрите на мир, обводите его вот так, как будто вы его взяли в оболочку и произносите слова. Пусть к этой купюре и дальше рисуйте плюсик, добавятся богатства, добавятся материальные доходы, добавятся много людей, которые хотят купить, добавятся много коммуникаций, добавятся везения и даже здоровья. То есть представляете, будто ваша купюра вокруг нее из этого мира, который из внешнего мира есть, плюсики стоят рядом с купюрой. Обвели эту купюру, поставили ваджи со всех сторон, произнесли омахумхахухри, и эта купюра становится заряженной. Вы ее после этого даете вашему мужу. Чем заряжена? Заряжена плюсами везения, которые помогут вашей жизни сделать из купюры такой вот своего рода магнит денег. Подскажите, пожалуйста, можно ли слушать шумы с животными? Не могу слушать шум очищения помещения. Спасибо. Дело в том, что животные ваши, они могут чуть-чуть пострадать от того, что вы слушаете с ними шумы. Шумы на защиту помещения или там как-то на помещение, ничего страшного. Но есть шумы выйти замуж, оно вашему животному точно не нужно. Или там очарование партнера. То есть они же воздействуют на живой организм этого существа. Ну вот, можно ли слушать? Ну можно, но не так принципиально на самом деле. Ну можно слушать, ничего страшного. Ага. Здрасте, Андрей. Здрасте, Татьяна Куреня. Как эзотерически побороть кисту Бейкера без операции? Смотрите, все заболевания суставов. Из чего состоит сустав? Сустав состоит из коллагена, синавиальной жидкости и хондроитина, глюкозамина и гиалуроновой кислоты. Все это можно... А это вообще, все, что я сказал, оно из чего состоит? Все, что я сказал, оно состоит из пептидов. А пептиды из чего делится? А пептиды делаются из полимера белка. То есть фактически можно сказать, смотрите, коллаген это белок, глюкозамин, хондроитин, пептиды белка. Далее, синавиальная жидкость состоит в основном из белка. Белок полимер, а это мономеры, то есть там аминокислоты находятся. И если взять сустав, то он весь из белка. И что-то в суставе там не так происходит. Что-то не так происходит. Сустав меньше становится, артроз появляется. И тут такой вопрос. И почему так? Что такое? Почему так? А скажите, вы никогда не задумывались, что вы едите белок, а сустав ломается? В чем проблема? А проблема в желудке. А что ж такое? Почему проблема в желудке? Ваш желудок не хочет переваривать белок. А это еще почему? И потом накапливается этот белок. В крови появляется ревматоидный белок. В почках появляется мочекаменное заболевание. И везде белок, этот белок кальций, везде он откладывается. А там еще и где надо хрящей восстанавливать, кожу, там не восстанавливается. Почему? А скажите, в чем мы маринуем шашлыки? Мы шашлыки маринуем в кислоте, в вине, заливаем уксусом, или там лимонный сок льем, или еще что-то делаем. То есть мы делаем все для того, чтобы был процесс ферметизации. Так ферметизации. Так вот что нужно человеческому организму. Человеку, который болеет заболеваниями, в ходе которых у человека болят суставы, и истощается его ткани, как это обычно происходит, таким людям необходимо лечение, которое производится за счет кислой пищи или подкисленной. То есть как эзотерически? Эзотерически не хватает земли в левой стороне. Мантра такая. Нам на вдохе, тха на выдохе. Дальше. Не хватает цвета какого? Зеленого. То есть необходимо зеленой тканью обматывать сустав, носить зеленые штанишки, рубашку, туфельки, еще что-то почему-то Мане вспомнил. Там у него есть женщина в зеленой юбке. Ой, какая картина. Но она там такая печальная. Прямо ее увидел сейчас у Клода Мане. Не у Эдуарда, у Клода. Ой, какая красивая картина. А там рядом еще одна картина. Я тоже ее помню. Я не помню название ее. Там имя какое-то такое французское. И там женщина у нее на шее такой потрясающий красный алый такой кардиган. Ах. Ну так вот. Надо, чтобы зеленая яркая ткань такая была, которую необходимо обмотать вокруг ноги и ходить. Зеленая ткань восстанавливает. А еще мантра или код нам, то есть вам на вдохе и тха на выдохе. Нам тха. То есть эзотерический нам на вдохе, тха на выдохе утром и вечером. Обмотать зеленой тряпочкой. И начать принимать одна столовая ложка уксуса, только не столового, лучше яблочного, на стакан воды утром и вечером. И что будет происходить? Вы будете помогать тем белкам, которые попадают в ваш желудок, усваиваться. А почему это происходит? У нас есть фермент, который выделяется сразу же, как только мы начинаем нервничать. Когда человек начинает нервничать, психовать, стресс и так далее, то всегда у человека выделяется фермент, который называется гастрин. Вот этот гастрин, он нужен. Но его особенное заключается в том, что он, попадая в желудок, тормозит перистальтику желудка. То есть сохраняет пищу. А вдруг сейчас не будет пищи? Что нужно сделать? Сохранить ее в желудке. Именно поэтому гастрин обычно во время стресса и выделяется. А гастрин останавливает это все. А когда пища останавливается, вот вы в нервном состоянии, в голодном психуете, туда у вас гастрин попадает, соляная кислота выделяется, появляется язва в желудке. И со временем организм на стресс начинает проявлять так. Надо по чуть-чуть отключать вам соляную кислоту. Почему? А что же вы психуете? Гастрин выделяется. А что делает желудком? А что делает желудком? Надо что-то делать. И все, и нужно что-то делать. И что нужно делать? Не нервничать надо. Понимаете? Не нервничать. Потому что дырка будет в желудке. А потом отключает это все с возрастом. И у человека с возрастом начинается кислотность, снижается и начинается. Суставы болят, ревматоидный белок появляется, белки не перевариваются и так далее. А потом еще жировой гепатоз появляется, еще и жиры не переваривается, потому что печень становится стеатозной и так далее. И все, человек живет на углеводах. А углеводы что такое? Они же быстрые. Энергия есть, углеводы закончились, энергии нет. Снова энергия есть, углеводы закончились. То есть, а восстанавливать? Потому что надо все восстанавливать. А восстанавливать должны белки? А печень должна работать? А как же она будет работать и выделять желчь, если там гастрин все время? Почему гастрин? Психованные, потому что люди. Надо медитациями заниматься, по утрам сидеть, тихонечко смотреть в одну точку, успокаиваться, заниматься сугестиями какие-то. Там расслабляться как-то, знаете, лежать в шивасане, смотреть просто в одну точку. А человек какой? Вскочил. Надо что-то делать. Надо куда-то бежать. Все меня бесит. Это плохо. Это. Что же теперь плохо? Возьму телефон. В телефоне плохо. А-а-а-а. А в этот момент внутри нас вытекает соляная кислота в желудок. И она там лежит и себе тихонечко раздражает. Выделяется трепсин, который жует слизистую оболочку вашего желудка. Медленно. А человек говорит, да так же болит. Надо успокоиться. Ара. Надо успокоиться. И надо успокаиваться. Надо себе отложить телефон, отложить все дела, сказать, я все равно эту жизнь проживу от начала до конца. И расслабиться, сесть и сказать, у меня расслаблена левая нога, расслаблено левое бедро, теперь правая ступня, теперь правая икра расслаблена, потом правое бедро, потом правая ягодица, левая ягодица, левая часть тазобедренного сустава, правая. Проверил, как это. Теперь живот. Пусть передняя часть живота. Теперь грудь. Левая рука расслаблена, правая рука, передняя часть груди, задняя часть груди, шея расслаблена, голова расслаблена, глаз расслаблен, мозги расслаблены и так далее. это называется сугестия то есть человек себе внушают что он расслаблен пытается почувствовать что ему легче и вот в этот момент появляется вздохи а что такое вздохи это элементы напряжения когда человек сидит и что такое напряжение там много напряжения там все сжато люди ходят как роботы такие почему они все время все время пытаются куда-то бежать с кем-то воевать руками отпихивать всех ненавидеть все время со всеми бороться где еще те не гавкал гав на тебя и вот понимаете а расслабиться потом укладывают людей почему ну потому что человек так напряжен что уже нужно его положить и лежат потом напряженные таки а надо расслабляться вот не зря люди придумывают или медитацию то что медитация мозг успокаивает чувство восстанавливает сел себе тихонечко думаешь о чем угодно главное не шевелиться первый день одну минутку второй день две минутки дойдете до 30 минуток потом научитесь или появится ощущение будто захочется там головой пошевелить или плечами где-то паттерн уйдет в животе уйдет так вот и научитесь потом будет легче потому что есть такие люди они вспыхивают целый день на адреналине адреналина дреналина адреналина 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 ольга болотова добрый вечер андрей дить здрасте то что на меня часто колдует темной колдуны связано с кармой или родовыми долгами зачем колдунам вы нужны вот я понимаю что вот есть дуйкашка это я и на меня допустим колдует черные колдуны какая задача ну вот у меня есть куча людей я там привороты отвороты деньги порчи из глаза и там куча всего знаете ну и что можно у меня взять там я успешный человек у меня там бизнес власть везение красивая жена там здоровые дети и что у меня можно взять но все можно взять везение успех молодость здоровья там у меня мозги хорошо работают знаете есть что взять а у вас вот я просматриваю вас здоровья нет денег нет везения нет успеха нет чего вам колдовать то подумайте сами что из вас там наколдовать то я хочу вам сказать не морочите себе голову не морочите никому вы не нужны никто на вас не колдует но вы мне не поверите скорее всего почему а вот если вы мне не верите и вы все время ищите возможность искать тех кто на вас колдует это говорит о том что вы либо попали на какую-то манипуляцию кто-то из вас тянет деньги либо второе имеете какие-то очень быстро излечимые небольшие психические отклонения в сторону психиатрического заболевания я не хочу вас обижать если у меня будущее с парнем которым я поругалась а нет конечно нету какие основные принципы замужества смотрите основные принципы замужества для женщины заключается вот в чем они смешные но очень эффективны первое когда вы ищите мужчину или когда вы хотите жить с мужчиной то зачем он вам нужен смотрите за мужем то есть здесь очень хорошо подскажет вам слово за мужем то есть вы должны находиться замужем а что это обозначает если женщина хочет выйти замуж то она должна искать возможность перенести ответственность на другого человека а если вы сейчас ответственны за маму за папу за детей за работу за всех всем даете указание и так далее то у вас это затрудняет возможность выйти замуж что необходимо делать необходимо когда вы начнете перекладывать на кого-то даже мысленно перекладывать говорить себе ой так хочу чтобы был у меня мужчина я на него переложу ответственность за детей своих за свою работу а буду там вот это уже первый пункт и второй мужчины хотят секса женщины думают что и женщины хотят секса все хотят секса как сказал свое время еще эдуард ладно неважно не буду рекламировать других людей как сказал свое время наш знаменитый фрейд он сказал во всем есть причина это причина сексуальности то есть там реализована не реализована и так далее и он был прав дело в том что женщина и мужчина живут таким образом каждый мужчина который смотрит на женщину этот мужчина он мысленно примеряет эту женщину к себе каким образом это мне стыдно говорить но в большинстве своем мужчины хотят видеть женщине половую партнершу почему ну на самом деле это единственное ради чего мужчина женщиной может жить смотрите первое она может жить с ним для того чтобы ей было легче за детьми смотреть ей легче там переложить на него ответственность зарабатывания денег и так далее но если она за все ответственно то тогда ну чем перекладывать тогда и мужчина не нужен фактически и второе а зачем тогда ему женщина чтобы на нее любоваться можно картину купить любоваться ну и тогда зачем только для интимных отношений ну а это каким образом решать я не говорю давайте спать с кем-то я не говорю давайте со всеми прямо переспим не нужно этого делать но у женщины должна быть идея такая она должна знать что мужчина ищет секса и она должна искать в мужчине секс она должна искать видеть в мужчине своего сексуального партнера в каком в потенциальном мужчине то есть вы идете навстречу не идите для чего-то ищите возможность увидеть в этом человеке потенциал сексуального и видите в этом мужчине сексуального партнера а если мужчина женщина и встречается видите в этой женщине не сексуального партнера а ведь ищите то что у вас будет жизни вдохновлять то что вас жизни будет мотивировать ищите в женщине то кто будет о вас заботиться когда вы будете старые никому не нужны и ищите в женщине возможность уюта и расширение уютности а еще третий вариант звучит так женщины говорите мужчинам комплименты если вы встречаетесь с мужчинами говорите комплимент вообще я хочу сказать комплименты решают все давайте говорить друг другу комплименты хорошие моменты жизнь короткая такая помните у блата куджа вы такие песни были и я еще раз хочу сказать да действительно мужчины когда вот мужчины говорят как нам встречаться женщин а это же вообще проще паре на репы договорился на каком-то сайте встретиться с женщиной что и нужно говорить запоминайте встречайтесь женщиной и она для вас до этого губы красила рис ноги подстригала волосы мыла одежду одевала понимаете это же она делает не для себя дома находила ноги не брил губы не красил здесь если она к вам идет то она это сделала для кого для людей да и не нужны люди она идет к вам она для вас это делала и вы когда увидели ее начинаете ее грузить чем-то я ордена лень зачем ей это вы должны сосредоточиться на том чтобы у вас хищаться этой прекрасной женщины говорить ее до мои глаза никогда не видели такой красоты как ты ты свет моих очей у тебя самые красивые глазки а ручки какие а я такая у на такая красивая боже какая ты теплая к этой я в восторге понимаете все она ваша а начинается встречаетесь женщиной нравится не нравится и начинайте я орден аллеи на дружбы красного знамени сейчас те анекдоты кому это нужно она к вам пришла нравится восхищайтесь и и все нравится женщина пришли восхищайтесь и говорите красивые слова какая она для вас дан женщина она может выйти замуж за любого нравится не нравится внешне не внешне ее можно подкупить такими комплиментами вообще мужчины помните что женщины нуждаются жизненно необходимо для них это их основа жизни они рождены цветами они рождены цветами им нужно говорить все время как репут у меня девочки я им все и ты мой зайчик ты моя красивая ты ласточка у тебя такие ножки ручки как ты красиво одета но покрутись ты мой цветочек понимаете почему хочешь чтобы девочка выросла красивый говорили о том что она красивый хочешь жене чтобы она в постели получала рядом с тобой удовольствие не делая из нее терминатора для рождения детей делая из нее прекрасное существо говорит ты мои и глазики красить и такая красивая и такая и сестер и одета красиво а как обычно просить фу да ты там и ноги это зубы что это такое так не должно быть и мужчины говорят вот не можем лет а что там мочь договорился встретился чем больше комплиментов тем ближе постель всего вопрос решен то же самое и с мужчинами если вы хотите чтобы мужчина мужчина для чего делает я в том что мужчины вырастают а внутри становятся теми кто хочет угодить женщине это внутри мужчины иначе зачем им женщина все она с ним спит а он хочет ей угодить в чем угодить ей в том чтобы лучше зарабатывать создать условия лучше там детям что-то создать это же нормальный процесс точно так же и вы будете говорить комплименты 8 только не по внешнему виду а в достижениях молодец вот это сделал на детстве надо же вот это у тебя получается какой-то молодец вот это вот это да да вот смотрите если женщина приходит к мужчине и говорит комплименты этому мужчине то скорее всего в первый день постели не будет почему пошел не будет ее воспринимать как женщину на один раз о я для нее уже что-то знать о я для нее еще какой-то и бухарь а ты да вот и все как там как там усать и не скучная семейная психология как говорят в одессе да тут все распальцевал вообще за две минуты все понятно ищите в мужчине секс-партнера перекладывайте на него обязательство говорите комплименты и будете любимыми женщинами мужчины говорите комплименты рассматривайте в этой женщине как женщину слабую которую вы бы хотели защитить и говорите ей об этом и восторгайтесь ее красотой а если живете рядом с вами находится женщина то не произносите а ты говорите а мы а мы а наши наши дети наши там то-то тот марина добрый вечер андрей андреевич подскажите пожалуйста как справиться с мужским предательством пережить боль люблю его когда-то был фильм такой забытая мелодия для флейты и там любовница филатова пришла к догелевой а жена филатова наталья пришла к догелевой и говорит я знаю что ты любовницы моего мужа я даже не хочу с тобой там ничего разговаривать просто ты вероятнее всего рисуешь картины при котором думаешь что он будет жить с тобой но всегда помни таким как ты они ходят для того чтобы погулять а живут с такими как как я понимаете то что у мужчин бывает периодически гречка это в большинстве случаев то что у женщин бывает иногда гречка тоже бывает но с женщинами сложнее если у женщины гречка это почему женщины бегают в гречку если женщина бегает налево это говорит о том что дома никто ей не восхищается и она хочет чтобы кто-то ей восхищался с левой стороны почему мужчина бегает налево я в том что мужчина бег сказать навыка не может быть понимаю что не употребляйся но не будет Продолжение следует... 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 Вот и все. Будет ли у меня еще ребенок? Помиримся с девушкой? Помиритесь. Научите, пожалуйста, находить пропажу. Говорите, что можно видеть, где она. Ну что, у нас 19.05, и я очень рад, что у нас получился сегодня такой великолепный вебинар. Итак, о чем я сегодня говорил? Я говорил об уровнях человека и почему нам иногда кажется в бизнесе, что все пропало. Также дал рекомендации, как это исправить. Второе. Я рассказал, как человек управляет болезнями и событиями, что это такое, это состояние. А, не сказал. Надо это рассказать. А, ну я рассказал, просто не поняли. Ну ладно, не будем рассказывать. Также я объяснил, почему существует карусель событий, почему одни и те же события в нашей жизни происходят. Также, насколько я помню, я рассказал о основных принципах замужества. Интересная тема получилась. Это почему или что нужно делать мужчине, когда он хочет жениться, и что необходимо делать женщине, если она хочет выйти замуж. Также я там упомянул о том, что же человек должен хотеть в своей жизни. Я сегодня сказал, что у Бога счастье для вас им придумано, и оно хочет быть, а человек хочет своего индивидуального счастья. Также там я рассказывал о том, что не в счастье дело, а в том, что счастье это дорога, по которой мы идем. Оно и есть счастье. Вот так нужно осознавать. А вот то, когда мы чего-то достигли, есть не счастье, а есть удовлетворение. А удовлетворение не всегда хорошо. Также о важности не отчаиваться. Я говорил о том, что отчаиваться это плохо в жизни. Он мне сказал, что человек выбирает для себя жизнь случай, если он не отчаивается и не ищет все время что-то плохое и так далее. В общем-то, получился такой у нас чудеснейшим образом широко обзорный такой вебинар на разные темы. Но я бы хотел попросить вас, уважаемые друзья, смотрите, как вы думаете, ответьте мне прямо сейчас. Я вижу ваше сообщение. А скажите, вот та информация, которую я даю, она может быть полезна людям? Скажите, мне очень интересно это знать. Может, мне не нужно выходить? У меня, кстати, не хватает времени для того, чтобы проводить вебинары и все остальное. Но все равно стараюсь это делать. Но может, это не нужно? А если нужно, то тогда скажите, вы хотите меня отблагодарить за то, что я сегодня с вами общался? Вот если вы хотите отблагодарить меня и быть благодарными по-настоящему, не будьте просто юзерами, извините, никого не ругаю, а будьте теми людьми, кто хочет не детям своим тыкнуть «Дуйко сказал, дуйко сказал», а расположите это видео по ссылке у себя на Facebook странице, ВКонтакте, еще где-то в социальных сетях. Отправьте кому-нибудь. Поставьте комментарий после окончания данного вебинара. Поставьте лайк или дизлайк, что тоже хорошо. Напишите что-нибудь после этого. Это же и для меня будет хорошо. Для меня не знаю как. Но во всяком случае, это будет поднимать рейтинг данного видео, и в дальнейшем это будет в каталогах показываться. И скорее всего кто-то увидит. Кому-то, возможно, эта информация будет интересна. Вдруг кто-то заинтересуется. И для кого-то окажется важным, что у человека есть еще и принципы замужества, что так все несложно. Если не нужно платить огромные деньги для того, чтобы понимать, как устроена жизнь. Возможно, это будет кому-то очень нужно и кому-то интересно. Возможно, за счет такого видео у кого-то изменится мировоззрение и улучшится судьба. А ведь вопросы же были интересные. Мне кажется, ответы тоже. Во всяком случае, оригинальные. Мужчины почему налево ходят? Звук пропал. Мужчины налево ходят, потому что они хотят радости. Они хотят видеть в чужой женщине радость. А женщина ходит налево, потому что она хочет просто налево. Потому что она хочет восхищения. Женщина идет налево, потому что там ей кто-то восхищается. Женщина интим, мужчина много раз с ней спит. Она думает, о, же мне как любит. И так любит, и так любит. И во всяких позах. А мужчина хочет восхищения. Он приходит, и там женщина восхищается. И мне нравится ей там. Она... Извините. Она и стонет громче, и восхищается. И мне ничего не нужно. И ты самый лучший, и ты самый умный, и ты самый талантливый и так далее. А дома что происходит? Он приходит, она перекривленная, несчастная. Денег нет, ты там еще там. Там со мной не хочешь, я уже надоел. Я сама уже ничего не хочу. Там то болезни, то еще что-то, то еще что-то. И вот он ходит налево. Но стоит вам накрасить губы, одеть красивую одежду, быть счастливым. Увидеть кого-то, с кем-то встречаться, показать это. На этом все, конец. Он не сможет быть с кем-то. Почему? Он будет видеть, что рядом с ним жила драгоценность. С ним рядом находился алмаз граненый. С ним рядом находился человек, который счастлив. Мужчина, когда идет к другой женщине, он хочет увидеть в ее глазах счастье от того, что она общается с ним. А со своей он видит горе постоянно. А женщина хочет с другим мужчиной увидеть нужность свою, необходимое, что она может, ему нравится, постели, что он ее хочет, что он восхищается ей. А свой только жирная, тупая. А он там, это плохо, это плохо. Ну вот к этому и ходят. Женщинам изменять не нужно. Потому что рано или поздно найдется какой-нибудь человек, который будет лучше с ней спать, чем мужчина дома. И она потом начинает думать, что он ее любит. На самом деле это неправда. Потому что физиологические элементы очень часто отличаются от того, что на самом деле чувствует человек. А женщина думает, что если спит с ней часто, то значит любит. И это не так. Просто знайте об этом. Да я же сказал, что все хотят восхищения. Да все хотят восхищения. Чего женщина обижается, когда муж уходит? Он там восхищается этой женщиной. А дома не восхищался уже своей. И женщина почему идет? Женщина хочет, чтобы ей восхищались тоже. Здрасте, у моего отца отобрали 15 долларов. Для него большая сумма. Есть подозрение, оторганизовал его напарник Юра. А скажите мне, вот я сейчас скажу, организовал или не организовал. А чем вы докажете? Раз. Это же компроментирует меня. Потому что вы скажете, а кто тебе сказал? Дуйко сказал. И получается, втягиваете меня в эту ситуацию. Зачем мне это? Объясните. То есть зачем? Какую задачу вы ставите? Я скажу, что организовал. Вы придете к Юре, начнете бить ему муську. А Юра скажет нет. И полиция скажет нет. Кто виноват? Дуйко. Дуйко скажет, не Юра. Вы скажете, кто? А Дуйко это зачем? Ну и вот много вопросов таких, знаете. Что даст вам информация, которую я, допустим, вам скажу? Что она вам даст? Забрать не заберете. Для того, чтобы ни у кого не забирать, нужно никогда никому ничего не занимать. Это же очень просто. Не занимаешь, тебе никто не должен. Не берешь ни у кого, долгов не имеешь. Видишь, жизнь предельно проста. Рассчитывайте всегда только на свои персональные силы. Прямо сейчас, вот здесь, вот здесь есть мой сайт. Видите, www какой-то. И дальше дуйко.гуру. Вот если сюда перейти, там очень большое количество статей. А также там, на этом сайте, вы можете выбрать для себя. Сангая. Приобрести вот такую футболку, если кому-то нравится, с надписью Дуйко. Также можете на этом сайте прослушать шумы, тренажеры. Выбрать сангая, который скорректирует вашу судьбу и вашу жизнь. Купить семинары, которые уберут вам порчи с глаза. Пройти первые там ступени или какие-то другие ступени. Так вы сможете развиваться эзотерически и становиться профессионалами. И обрести специальность целителя. И это вы все сможете сделать, перейдя прямо сегодня вот сюда на дуйко.гуру. Еще раз большое спасибо и до свидания. Слава, выключай! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!